На двухсторонней основе с Россией сейчас на каком уровне отношения находятся? На уровне послов и посольств. То есть у нас есть посольство в Российской Федерации, у Российской Федерации есть посольство в Молдове, есть постоянный обмен мнениями, сигналами. Фактически все, что вы видите в публичном пространстве, это в том числе дублируется. Когда падают обломки ракет, есть возможность пригласить посла в МИД? Да, регулярно приглашается посол в МИД для того, чтобы Республика Молдова заявляла свою позицию. Это делается и публично, и не публично. И то же самое происходит с нашим послом в Москве. А на неформальном уровне вы как выпускник НГИМО, у вас наверняка есть бывшие однокурсники, которые работают в МИДе России. Их немало. Я фактически ни с кем из них не общаюсь очень-очень давно. А ваш визит в Москву последний был в первом мандате в ноябре 2019 года? Был визит в ноябре 2019 и в ноябре 2020 года. И с тех пор? Ну, даже на этих визитах я не встречался с бывшими коллегами. В этом контексте сейчас Молдова постоянно на всех уровнях, и надо отметить, при всех властях говорила о необходимости вывода российских войск из территории Молдовы. Это уже на протяжении 30 лет. Вы вновь заявили об этом на заседании Совета министра в ОБСЕ 2 декабря в Польше. Насколько это актуально в нынешней ситуации и насколько это выполнимо? Россия скажет, да, давайте выведем или там... Ну, это еще более актуально, чем когда... В условиях войны как это практически реализовано? Мы всегда говорили, что нелегальное присутствие российских войск на нашей территории является фактором инстабильности для Республики Молдова, но и для всего региона. Особенно в условиях этой войны. Это присутствие, оно помимо того, что оно нелегально, оно еще является фактором инстабильности для всех нас. Для граждан Молдовы, которые живут в Приднестровском регионе, для Российской Федерации, для Украины, ну и для всей остальной Республики Молдовы. Практически как выполнить еще? Практически, но в то же самое время, я здесь хочу повторить, вот нелегально должны вывести, но единственный метод, по которому мы хотим достичь этой цели, это дипломатия, переговоры и диалог с Российской Федерацией, с представителями Приднестровского региона. Единственный метод, через который Республика Молдова будет продвигать свои интересы, реинтеграцию страны, вывод российских войск, это дипломатия, диалог, переговоры. Это касается и Приднестровского регулирования. Конечно, все. То есть, Молдова оперирует исключительно мирными методами, как в части реинтеграции страны, как и в части достижения цели вывода нелегальных российских войск с нашей территории. Неурегулированный конфликт Приднестровья является препятствием на пути европейской интеграции Молдовы? Ну, безусловно, это не облегчает наш путь европейской интеграции, возможно, усложняет, но у нас есть несколько лет, чтобы продвигать страну в Евросоюз и искать мирные пути решения вопроса параллельно. Опять же, я вам говорил, что то, что объединяет всех граждан Молдовы, независимо от геополитических преференций, от того, они предпочитают Восток или Запад, то, что все хотят жить в мире, и все хотят жить в системе, где их права гарантированы. И то же самое справедливо можно сказать и о граждан Республики Молдова, которые живут в Приднестровском регионе, которые тоже не хотят жить в каких-то военных зонах. Я уверен, что 99,9% жителей Приднестровского региона не хотят жить в зоне боевых действий. Другой вопрос, хотят ли они жить в Европейском Союзе? Вот у нас несколько лет есть на то, чтобы ответить на этот вопрос, как бы у всех граждан Республики Молдова, но, опять же, жить в Евросоюзе обеспечивает, я бы сказал, что наивысшие стандарты демократии и благосостояния, которые есть в мире, но помимо там еще есть США, Канада и Япония. Я говорю о заявлениях администрации Приднестровья, которые были тогда в июне. Ну, вы знаете, идеологии идеологии, но... Каждый делает свою политику. По поводу Приднестровского регулирования и мирным путем, путем переговоров. Переговоры проходили в формате 5 плюс 2. Сейчас этот формат не работает, так как двое участников формата находятся в состоянии войны. У ОБСЕ также подвергается критике. Многие говорят, что к этому формату уже невозможно будет вернуться. Что дальше? На какой платформе вести переговоры? Вы знаете, что у нас есть постоянное общение с представителями Терраспольской администрации. Господин Серебрян, вице-премьер по реинтеграции, он общается, встречается. Постоянно есть контакты, решение каких-то текущих проблем. Но урегулирование без учета интересов... 5 плюс 2 приостановлен из-за российской агрессии против Украины, которая приостановила кучу процессов, в том числе формат 5 плюс 2, в условиях, в которых два из участников этого формата являются ситуацией войны друг с другом. Но на нашем уровне, в Республике Молдова, очень важно поддерживать все эти рабочие контакты и поддерживать мир на нашей территории. И вот эти контакты с Терраспольской администрацией, они в том числе очень важны для поддержания стабильности и мира на нашей территории, на территории всей Республики Молдова. Но, естественно, все очень хорошо понимают, что все эти усложнения, они из-за войны и до того, как ситуация на региональном уровне более-менее прояснится, и мир вернется в наш регион, будет очень сложно говорить о том, каковы параметры вот этой динамики. А отношения с Россией, я так понимаю, что останутся на этом же уровне, по крайней мере, до прекращения вторжения России в Украину. И в этом контексте хотел спросить заседание Межправительственной комиссии Молдороссийской было намечено когда-то на март 2022 года. Вы тогда еще были даже сопредседателем этой Межправкомиссии, сейчас сопредседатель господин Боля. У вас есть какой-то обмен нотами по этому поводу, что будет, не будет? Эта тема в нынешних условиях войны, эта тема не актуальна.